Здравствуйте! В эфире «Наше здоровье». Я Виктория Комиссарова. Сегодня есть отличный повод вспомнить о том, что мы с тобой одной крови, ты и я. 14 июня – Всемирный день донора крови. Каждый год этот праздник проходит под разным девизом. На этот раз девиз звучит так – «Безопасная кровь для каждого». Насколько высоки риски, связанные с переливанием? Об этом и других аспектах, связанных с донорством крови, поговорим сегодня. Достаточно много ограничений, которые необходимо предъявлять к питанию, к образу жизни. Что мы делаем? Чья кровь течет в твоих жилах? Доноры – что это за люди? Как стать донором? Эту кровь забранную мы перерабатываем полностью. Цельная кровь никуда не идет. Мы ее перерабатываем на компоненты – эфитроциты, плазмы и концентрат тромбоцитов. Путь крови. Зачем ее делят на компоненты? Как очищают? Долго ли хранят? Хватает ли крови и насколько она безопасна? Кровь – это не просто физиологическая жидкость. Это живая и живительная ткань. Человеческому виду очень повезло иметь возможность обмена этим уникальным жидким органом. В прямом смысле донор дарит другому жизнь. Привет. Привет. Влад Власов – наш коллега, ведущий программы «Новости на Енисеи» и почетный донор России. Кровь сдавал почти 150 раз. Началось с личной истории. Кровь была нужна родному человеку. Я вот, можно сказать, первый раз осознанно сдал. Мне тогда сказали, что у меня хорошие показатели. И было бы неплохо, если бы я продолжал бы это делать регулярно. За годы донорства Влад подарил более 65 литров крови. Такое количество обеспечит приблизительно 65 рецепиентов. Согласитесь, большая ответственность осознавать, что твоя кровь должна быть самого высокого качества. Ведь на кону столько жизней. Но главное – донор должен быть здоровым. Это самое главное. Второе ограничение – это ограничение на прием различных медицинских препаратов. И в том числе алкоголя. Потому что все это крайне вредно не только для донора, но и, безусловно, для пациента. Это курение, жирная пища, молочная пища. Это тоже то, что помешает сдать кровь и плазму и тромбоциты. Миссия донора за счет своего ресурса, своего здоровья, своей крови дать больному или пострадавшему человеку шанс на спасение. Это благородно. Кроме того, и самому донору его деятельность идет на пользу. Сколько тебе лет, Влад? 46. Прекрасно выглядишь. Спасибо большое. Ты в медицинской программе работаешь. Понимаешь, что в основном, что выбивает русских мужчин? Это алкоголизм и это неправильный образ жизни. Донор не может этим заниматься. Поэтому это очень полезно. Может быть, переформатировать, перестроить себя. И действительно стать в жизни донором, делать что-то хорошее. Если вы уверены в своем потенциале, действуйте. Идите в один из центров крови. Они есть в Красноярске, Норильске, Каннске, Ачинске, Лесосибирске и Минусинске. Николай Бочаров – донор со стажем и хорошим потенциалом. Он даже родился 14 июня, в день донора. Сегодня для наглядности вместе с Николаем мы пройдем весь путь донора. Все начинается с заполнения анкеты. И кто-то отсеивается уже на этом этапе. Решение о медотводах после изучения анкет принимает врач на предварительном осмотре. Если с основными показателями все в норме, потенциальный донор проходит дальше. Сдает кровь на сифилис, гепатиты и ВИЧ. Результаты этого анализа будут нужны на выбор оковке. Об этом позже. А пока на пути донора еще один кабинет. Врач-трансфузиолог определяет, какой из компонентов крови – плазма, эритроциты или тромбоциты – сейчас у донора в наилучшем ресурсе. Перед самой процедурой донору предоставляется завтрак. Это еще один обязательный подготовительный момент. И вот Николай в донорском зале получает индивидуальный набор для проведения процедуры. Усаживается в кресло и расслабляется примерно на 40 минут. Оставим его на это время. Переходим к безопасности. Галина Михайловна много лет работает в центре крови. Говорит, раньше даже перчаток не было. Какая уж тут безопасность? Пробирки мыли санитарки, потом их сушили, мыли в дистиллированной воде, сушили. И в них снова брали кровь. Ничем они не затыкались никогда. Мы бумажками их, если на выезде затыкали. Ну, все делали на стекле, мазали, капали, размазывали, смотрели. Ну, короче, ничего не было. Так вот работали долго. Сейчас все иначе. Заготовку проводят автоматизированными методами. Все системы стерильные, забирают в пакеты. Одна такая система стоит порядка 17 тысяч рублей. Наполненный пакет запаивают. Затем кровь просто перемешиваем. И пишем время, во сколько мы ее запаяли. То есть время у нас сейчас 11-10. Ну, все. И ставим ее на остойки. Примерно через час, когда клетки успокоятся, кровь идет на фильтрацию. Видите, что в пределах одной системы нигде, ни на каком этапе от заготовки до окончательного уже получения компонента крови система не открывается, не имеет контакта с внешней средой. Все в пределах этой замкнутой системы из четырех мешков. Только представьте, что это за фильтр, способный задерживать клетки. Сейчас вы видите, как, проходя через него, кровь очищается от лейкоцитов. Ничего, кроме вреда, они больному не принесут. Мы их убираем. 99,9% лейкоцитов остаются на лейкоцитарном фильтре. Дальше в итоге этой манипуляции у нас получается доза цельной крови, освобожденной от примеси лейкоцитов, которые мы, в свою очередь, уже потом будем делить на компоненты донорской крови, которые пойдут в стационар на переливание больному. Кровь в чистом виде не используют. Больные переливают только ее компоненты – плазму, эритроциты и тромбоциты. У этих составляющих разные сроки и способы хранения. Возьмем, к примеру, плазму. Вот где мы находимся, здесь минус 40 градусов. Тонны плазмы хранятся в этих морозильных помещениях. И это не только стратегический запас материала, но и условия для соблюдения безопасности. Плазма находится здесь на карантине. Ее выдают в лечебную сеть только после повторной проверки донора, которая проводится через полгода. А вот концентрат тромбоцитов хранится так. Он должен храниться при температуре плюс 22 градуса при постоянном помешивании. Эритроциты в чистом виде хранятся всего до 30 суток и строго при температуре плюс 2, плюс 6 градусов. Но и этот скоропортящийся компонент крови научились сохранять надолго. Вот эти клеточки почему не разрушаются? То есть они обволакиваются вот этим глицерином. Он способен сохранению в жизнеспособном состоянии вот этой каждой клеточки. Благодаря глицерину эритроциты живут при температуре минус 80 до 10 лет. Тем самым обеспечивая и запасы, и безопасность компонента. Когда по требованию учреждения, вот касается, допустим, нужен какой-то редкий фенотип, а его не оказывается в экспедиции, то мы обращаемся к нашему вот этому криобанку, к нашим запасам, размораживаем вот на данных аппаратах у нас, да, и выдаем в лечебную сеть. Отмываем и выдаем в лечебную сеть. Прежде чем направить готовый компонент больному, его проводят через процедуру выбраковки. То есть вот у нас, видите, брак, видите, брак, не выдавать. Брак выявляют в клинике диагностической лаборатории. Сейчас Анна Валерьевна говорит об иммунологической безопасности. Это значит, что в каждом пакете самым надежным методом, перекориосным в гелях, мы определим обязательно снова группу крови, чтобы уже ни в чем не иметь сомнений. Мы определим резус принадлежность донора с полным раскрыванием системы резус по антигенам, тем, которые важны для трансфузии. Еще раз посмотрим, присутствуют или отсутствуют к-антиген системы КЕЛ, и поищем антиэритроцитарные антитела, которые тоже могут потенциально навредить рецепиенту, разрушить и собственные эритроциты, и донорские. А теперь речь идет о безопасности инфекционной. В период сирологического окна у ВИЧ-инфекции от месяца до двух, то здесь можно обнаружить возбудителя уже на пятые сутки после инфицирования. Таков путь крови. Забор, фильтрация, карантин, заморозка, отбраковка, выдача. Чистая продукция маркируется готовой этикеткой. Название идет, объем, режимы хранения, то, что она проверена, видите, проверены на маркеры гемотрансмиссивных инфекций, сроки годности, группа крови, резус-фактор и фенотип. То есть все, что необходимо по ГОСТу. Казалось бы, с таким уровнем безопасности компоненты крови можно использовать повсеместно, к примеру, чтобы снять алкогольную интоксикацию. Конечно, это выдумки. Важно помнить, что переливание – это та же операция. Из года в год мы подчеркиваем, что, опять же, один из основных методов обеспечения безопасности – это принятие решения, необходимо ли переливать компоненты крови. И если врач убежден на 100%, что это необходимо, тогда он должен принимать решение и непосредственно переливать. Просто переливание крови – это та же операция. Это тоже оперативное вмешательство. Это все равно, как бы то ни было, это чужеродный белок. И могут быть, естественно, какие-то реакции на то или иное введение. В нашем регионе осложнений от переливания компонентов крови не было уже больше 10 лет. Мы медленно, но верно подходим к новому этапу – внедрению такой специализации, как пересадка костного мозга. В перинатальном центре уже обучили врачей и закупили оборудование. Ну а центр крови выступит как поставщик лучшего донорского материала. Потому что основной здоровый контингент, вот он к нам приходит регулярно, и многие желают быть донорами костного мозга одновременно с донорством крови. Поэтому вот как бы у нас возможностей в этом плане гораздо больше. Потому как, как я говорю, вот в районе 36 тысяч здоровых людей посещают наш центр крови и живым. Вернемся к Николаю. Напомним, сегодня во всемирный день донора и в свой день рождения он символично прошел донацию. Сдал плазму, как всегда, 450 миллилитров. Это стандартный объем для любого вида донорства крови. Процедура завершена. Николай сдает пакет с плазмой и получает пакет с продовольственным набором. Кстати, из всех сотрудников Красноярского центра крови порядка 150 являются активными донорами. Это практически каждый четвертый сотрудник. Личное донорство они объясняют так. Оказавшись лицом к лицу с теми, кому помощь жизненно необходима, отказать невозможно. А со временем помогать привыкаешь. И это становится частью жизни. Если у вас остались вопросы, связанные с донорством крови, звоните по телефону, который сейчас на экране. На сегодня у нас все. Увидимся с вами через неделю в 7 вечера. Смотрите программу «Наше здоровье» на Енисеи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok